Дорогие друзья, я рад вас приветствовать от имени всей нашей команды. Спасибо большое за то, что все это время вы поддерживаете нас своими просмотрами, добрыми советами, какими-то замечаниями, за то, что вы ставите лайки и распространяете это видео. Вы видите, что это первый опыт для нас. Мы никогда не претендовали на совершенство и на абсолютные знания. Мы ищем. Мы ищем ответы для себя. В первую очередь, ответы из Священного Писания. Нам очень приятно, что вы присоединяетесь к нами и также ищите эти ответы и для себя. Прошу вас, чтобы вы в дальнейшем продолжали нас поддерживать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вы знаете, мы прочитываем комментарии, будем с удовольствием вам отвечать. Пишите, с каких стран вы смотрите нас. Давайте нам какие-то советы. Только прошу вас такие, чтобы мы смогли все-таки как-то их реализовать, они были разумными. Ну и, конечно же, очень большая просьба каждому из вас. Мы понимаем, что у вас есть дети, у вас есть внуки, молодежь. Мы в первую очередь хотели бы через эту программу и своей командой достучаться до молодых сердец. Мы ищем подходы к ним, мы ищем пути, как молодому покоению сегодня проповедуйте Евангелие. Поэтому прошу вас, поделитесь этим видео именно с молодыми людьми. Пусть Господь вас благословит. Ну и давайте мы сейчас, прежде чем откроем Библию, вновь обратимся к Господу в молитве. Дорогой Господь, мы безмерно тебе благодарны за то, что вновь имеем возможность собраться возле твоей книги, твоего слова. Прошу тебя, пусть Дух Святой через эту книгу говорит сегодня к нашим сердцам, чтобы мы, молодые люди, могли извлечь уроки для себя. И если, Господи, тебе угодно, пожалуйста, коснись сердец тех, кто будет нас смотреть или слушать молодых сердец, чтобы они встретились с тобой, полюбили тебя от всего сердца и пожелали быть твоими детьми. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вновь перед нами непростая задача, потому что у нас достаточно большие отрывки сегодня. И вы помните, что буквально в первой главе мы встретились с этим выражением, когда люди, слушая Иисуса, сказали Ему, Он говорит не как книжники, не как фарисеи, да, Он говорит как власть имеющие. И мы видели, как на протяжении глав вот эта вот мысль развивалась. Как Иисус исцеляет людей, как Иисус имеет власть над бесами, да, как Он их изгоняет. Как Иисус имеет власть прощать грехи. Как Иисус имеет власть над субботой. И вот дальше, мне кажется, сегодня мы вновь увидим продолжение раскрытия вот этой темы. Какую еще власть имеет Иисус. Если бы вы прочитали Марка 4 главу, значит у нас будет две истории, которые так или иначе связаны с морем, Галилейским морем. И одна из них записана в Марка 4 глава с 35 по 41 текст, а вторая история подобная ей записана в Марка 6 глава с 45 по 56 текст. Но мы не будем читать весь этот отрывочек, потому что он достаточно большой. Прочтем только, значит, реакцию Иисуса. Он встал и усмирил ветер, а Морю сказал, уймись, умолкни. И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда сказал Иисус ученикам, что же вы так робки, или у вас совсем нет веры. Но они, увидев Его, идущего по воде, решили, что это призрак, и закричали. Потому что они все видели Его и сильно испугались. Но Иисус сразу же заговорил с ними, успокойтесь, это Я, не бойтесь. Каким Иисус предстает перед нами в этой истории? Вот каким Его показывает Марк с точки зрения власти, силы, полномочий, может быть, каких-то? Каким вы Его увидели в этой истории? Очень спокойным. Властелином. Да, то есть он как бы, он понимает, что здесь не о чем волноваться, потому что все под его контролем. И реакция учеников, а то, что наоборот, они переживали, волновались, он как просто противопоставление их. Эмоциям, да, их ощущениям, их страхом, как раз и этим противопоставлением является Иисус, который как будто вообще не волнуется. Но я думаю, так оно и есть, что он не волнуется, потому что он все знает. Он знает, что волноваться как бы и не о чем. Насчет воды, это так интересно, мы с дочкой уже в бассейн начинаем ходить по чуть-чуть. И так прикольно, когда ты на животике ставишь и пробуешь, чтобы она плавала, она так голову бум в воду. И она типа поднимает голову вверх, чтобы не задохнуться. Но это так интересно, мы же ее держим. Глубины вообще там почти нету. Но она, потому что очень маленький как бы еще ребенок, не понимает того, что родители будут смотреть за ней, чтобы с ней ничего не случилось. Марк показывает нам Иисуса, который еще имеет власти над силами природы. В первой истории он спит в лодке, просыпается, усмиряет бурю, которая бушует вокруг. А во второй истории он вообще идет по воде. Вы когда-нибудь видели? И когда последний раз вы видели человека, который идет по воде? И мы видим, что в обоих этих историях с учениками происходит... Они боятся. Они боятся. На самом деле интересно, что реакция такая не восторженная, не удивление, а страх. Мне интересно, я бы тоже испугалась? Они боялись природы, как бы шторм. Они боялись за свою жизнь, я думаю. Но я заметил, что мне вот так кинулось в глаз. Это то, что все подчиняется Иисусу. Это природа, духи, все, что его окружает. Болезни, да? Да. Кроме человека. То есть Иисус даже и не пытается властвовать человеком. Всему, к чему он обращается, как к природе, он сказал, и все-таки случилось. Причем указательным, как бы таким тоном. Да, очень хорошая мысль. А к человеку он всегда с предложением. Вот как я вижу. Он как бы ему предлагает, а у человека уже есть выбор, делать это или нет. Нет, я не вижу такого, чтобы Иисус приказывал человечеству что-то делать. Здесь вот сказано в первом случае, что они, в моем, получается, переводе сказано, что при исполненной благоговейного страха спрашивали друг друга, кто он, если повинуется ему и море, и ветер. То есть это не во время. Понятное дело, они испугались, почему они его разбудили. Потому что они испугались. Но когда буря прекратилась, страх был другой уже, благоговейный. Это что значит? Что они испугались вот этого могущества. Они с таким никогда не сталкивались. И поэтому это вызывает в людях страх. Это интересно, потому что не радость, что они вот какой-то выдохнули, да, что все с ними Христос, у них все будет хорошо. А с одной стороны он им близок, а с другой стороны они его как бы и побаиваются. Получается так. Ну а во втором случае они его испугались, потому что подумали, что он призрак. Что он идет по морю. И даже закричали. Так что это интересно. Потому что если мы столкнемся с этим, с какой-то реально чудом, что в нас внутри появится? Страх или что-то другое? С тем, что больше нас, да? Может быть, это просто человеческая черта бояться чего-то неизведанного, даже великого, даже хорошего. Конечно же, мы должны себе понять, что они рыбаки. Я думаю, что они не первый раз в своей жизни сталкиваются со штормом. И естественно, они со своей стороны, как обычный любой человек, который в этой профессии, они прилагали все усилия. Но Иисус отмечает, когда он завершает эту бурю, он его не спрашивает. Почему же вы так рабки? Почему вы боитесь? Почему у вас нет веры? И написано в 41 текст. Они преисполнились страха. И то же самое в 6 главе. Иисус к ним обращается и говорит, вы почему боитесь? Что с вами происходит? То есть тогда они испугались Иисуса, который идет по воде. Вот эти, когда мы читаем Ветхий Завет, мы часто тоже встречаемся с этими моментами. Когда пророк какой-то встречается с Богом, ему происходит Богоявление, он падает с низ и кричит, грешный я человек, потому что я встречаюсь с Богом. И как я выживу? Что со мной произойдет? Вот здесь нечто продобное. Они боятся страхом, они не понимают, потому что они столкнулись с чем-то, с тем, что даже больше их познаний, больше того, что они могут вместить. И они задают вопрос, кто он такой, что и ветер, и море ему повинуется? Этот вопрос звучит у нас в 4 главе. А в 5 главе мы встречаемся уже с историей, где Иисус изгоняет беса в стране гидаринской. И интересно, что этот бес дает ответ ученикам на тот вопрос, который они задают в 4 главе. И он говорит, да, Сын Бога Всевышнего, что тебе до меня? Заклинаю тебя, не мучь меня. То есть мы видим, что вот то, о чем говорит Назар, все повинуются, бесы повинуются, природа повинуются, все вокруг понимает, кто это пришел на самом деле. А ученики не понимают. И поэтому они боятся. Да, и поэтому они боятся. Они боятся и во время шторма, они боятся, и после чуда они боятся, потому что действительно они не знают, кто рядом с ними. И Христос им постоянно потом говорит, почему вы не понимаете? У вас же есть глаза, у вас же есть уши. Почему вы не понимаете, сколько раз можно повторять одно и то же, показывать похожие чудеса, а все равно не понимаете? И он это слово все время говорит, вера, да? Почему вы так маловерны? Почему вы не верите? То бишь, судя по всему, Иисус рассказывал намного больше о себе, чем Евангелие нам повествует. И он хотел бы, чтобы они уже верили так и не испытывали при этом страха. Но это есть. Так и в нашей жизни бывает, да? Да, вообще удивительно это чувство страха. Я думал, что вот вообще чувство страха, оно изначально как бы не то, что греховное, но оно не создано Богом, да. Оно такое, в результате греха появилось. То есть от грехопадения появился и страх. И почему я так думал? Потому что я вижу вот эти все пророчества, которые Бог дает, все как будто для того, чтобы человек не боялся. То есть я тебе открою будущее, я тебе расскажу про все эти... Да, слово не бойся очень часто в Библии встречается. Я тебе нарисую картинку конца мира, всего, что будет, не для того, чтобы ты там от даты до даты жил, а просто для того, чтобы у тебя не было вот этого такого панического страха. Вот бывает, люди впадают в панику такую или все, их вот так коченеет, они не знают, что сделать. А тут как будто Бог сам пришел, Иисус пришел и своей жизнью показывает, что ну не бойтесь, потому что этот вот такой страх, который вас блокирует и не дает вам двигаться, не надо. Вот, я вам все открою, не бойтесь, и без страха это вам поможет нормально жить и функционировать. Я считаю, что страх дан Богом, но просто в разных применениях. Страх нам нужен для того, чтобы в какие-то моменты опасности уходить от опасности. То есть как бы самосохранение это работает, но в этом случае им не от чего было бежать. И бурю они не должны были бы бояться, если бы знали, да, кто с ними на лодке. И его не нужно было бояться, потому что они знали, кто он. Вот, в этом случае самосохранение не должно было работать. Там уже совсем другие вещи подталкивали страху. И вы заметили несколько раз, что была вера. То есть Иисус обращает внимание на то, что должна быть вера. И вот мы знаем вера, надежда, любовь. Любовь мы уже обсуждали, видели изначально. Тут появляется вера, новый такой флэйвор, который мы еще не обсуждали. Это тоже интересно. И интересно то, что в стихах написано, откуда вера берется. Вера от слушания. А мы обсуждали, что слушать нам не всегда. Вот лично мне слушать так себе, мне нужно увидеть. А тут вера как раз, у тебя веры не будет. Потому что вера это вера в то, что ты не можешь увидеть. Тебе нужно принять просто на веру. И она от слушания. Вообще интересное сочетание такое для меня, что-то новое. Ну Иисус уже достаточно много всего совершил. И мне кажется, вот он, как помните, те притчи, которые мы разбирали о горчичном зерне. Он говорит, вот ваша вера, она должна возрастать. Потому что вы рядом со мной, потому что видите, как я себя проявляю. Смотрите, и пусть вера возрастает. И это уже не первый раз, когда бесноватый открыто заявляет, кто такой Иисус. Они слышат и пока еще не понимают. Да, мне кажется, это как мне говорят, с английским языком. Ты будешь много-много чего слышать, слышать. А потом когда-то это соберется в общую картину, и ты заговоришь. Вот я как бы жду этого момента. А здесь мне кажется, что ты похожи. То есть как по камушку складывается все в корзинку. То есть какое-то понимание, какие-то крупицы, да, чего-то они понимают, чего-то не понимают. Но в конечном итоге оно все сложится. Христианство, то, которое мы знаем. Иисус же, по сути, не столько работает со всеми окружающими людьми, которые за ними ходят, да, сколько он в первую очередь вращивает вот этих вот двенадцать, которых он себе избрал. То есть он работает с теми, кто ближе всего к нему. Кто потом расскажет о нем. Кто потом расскажет. И вот он с ними нянчится, как с малыми детьми. Да, он постоянно, постоянно, по чуть-чуть им что-то открывает, подсказывает, помогает. Насколько Бог терпелив к нам. Христос изгоняет бесов, да, бесы уходят в свиней, приходят люди, свиньи погибают, приходят люди из этого селения. И здесь написано, что случилось. Они просят его уйти. Да, почему? Подошли они к Иисусу, увидели, что одержимый, в котором был регион бесов, сидит одетый в здравом уме. И испугались. И испугались, и поэтому попросили, чтобы он ушел. Хотя, что-то плохое произошло. Финансово, да. Разве что-то плохое произошло. То есть человек был болен, так скажем, да, теперь здоров. Может жить хорошей социальной жизнью. Но они увидели и испугались, что может что-то еще случиться в их жизни. И по сути ушли. Это удивительно. Ну, страна Годаринская, вы понимаете, что это было на противоположном берегу Аллилейского моря. И там проживали уже такие более языческие народы. Но Христос им дал шанс. Конечно. Он пришел к ним, показал, и показал им тоже чудо. Но реакция у них была та, которая заставила его уйти. Более того, этот бесноватый затем просится со Христом, чтобы поплыть с ним, стать его учениками. Он говорит, нет, давай ты пойди к ним, оставайся и рассказывает своим домашним. То есть он его оставляет там как свидетеля о том чуде, которое произошло. Ну, а реакция людей на то, чтобы Иисус удалился, ушел от них. Вы видите, как Иисус лично, ну, и в предыдущих главах, к прокаженному прикасается, показывает ему любовь своим прикосновением. То есть личное общение с каждым, кого он исцеляет. И причем, смотрите, меня это удивило, личное общение с бесом. Он его спрашивает, как тебя зовут. То есть он хочет обращаться напрямую, не просто куда-то там высказывается, а прям и к человеку лично обращается, и к бесам даже лично. Как тебя зовут? И тот называет, я легион, потому что их там много, оказывается, было. До этого мы читали историю, что Иисус изгонял одного беса, а теперь он изгоняет уже легион бесов. То есть мы видим, как вновь полномочия власти Иисуса расширяются. То есть он власти не только над одним, он имеет власти силы изгнать легион этих бесов. Для него это не составляет проблемы. Это еще раз, еще один урок для учеников, чтобы они наблюдали за ним и пытались понять, а кто же он такой, да? Кто он такой, что вот такое вот может делать? Отправимся в другую историю. Вы знаете, если честно, это одна из моих любимых историй. Она записана, значит, в Евангелии от Марка с 5 главы, с 21 по 43 текст. Это я иногда называю ее как бы даже такой двойной историей, как библейский бутерброд, потому что есть одна большая история о том, как Иаир приходит к Иисусу, а внутри еще вмещается еще одна маленькая история. Это женщина, которая страдала кровотечением. Может быть, мы даже зачитаем с вами некоторые тексты, чтобы чуточку-чуточку обновить у себя в голове эту историю. Прочтите, пожалуйста, 5 главу с 21 по 24 текст. Иисус переправился в лодке обратно на другую сторону озера, и вокруг него на берегу собралась большая толпа. Тут пришел Иаир, один из начальников синагоги. Он, увидев Иисуса, пал к его ногам и стал умолять. «Моя маленькая дочь умирает. Приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Ученики его сказали ему, «Ты видишь, как теснит тебя толпа? А еще спрашиваешь, кто ко мне прикоснулся?» Он же изрек, «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром, будь свободна от страдания твоего». Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине, «Не бойся, только верь». Девочка сразу встала и начала ходить. Ей было лет 12. Все были в великом потрясении. Но Иисус строго наказал им, чтобы никто не узнал о случившейся. А девочку велел покормить. Спасибо. Мы так с вами фрагментом прочитали эту большую историю. Я просто заострил свое ваше внимание на наиболее важных, на мой взгляд, моментах. Вы помните, как складывается эта история. Кто вообще этот Иаир? Как он вообще решается прийти к Иисусу Христу? Мне кажется, это мы в предыдущих где-то темах говорили о том, что Иисус исцеляет в синагоге человека. И мы говорили, что как исключение, что хотели бы мы быть исключением, когда есть какие-то правила. И хотели бы быть фарисеем. Когда было про исцеление в субботу. Да-да-да. Хотел бы какой-то фарисей, если бы он был болен, хотел бы быть этим исключением, которое Христос бы не посмотрел в субботу, не в субботу, а исцелил бы. И вот здесь вот именно такой человек, да, который старейший на синагоге, который не совсем в лагере Христа, так скажем, да, вот. Но у него больна дочь, и ему нужна помощь. И он идёт и просит, потому что он хочет быть тем человеком, который столкнётся с силой Христа. Очень много историй. Сейчас я, в принципе, не могу ни одной истории вспомнить, где люди бы приходили к Иисусу, когда у них всё идеально. Обычно, и как сейчас, нужда приводит людей к Иисусу. И поэтому вот почему он был готов перейти к Иисусу? Потому что ему было очень важно, чтобы его дочь была исцелена. Поэтому он как бы не пережил. А что люди скажут про него? У него была одна цель – найти Иисуса. То есть любовь, да, к его родной дочери, она как бы это двинула на второй план все остальные переживания. И о том, что скажут, о том, как посмотрят, да, и что будет со статусом, и другие какие-то проблемы. Было только одно – я люблю мою дочь, и она нуждается в помощи. Он сделал всё возможное. Я уверена, что он сделал всё возможное из обычных средств, да, как бы лечения, врачи, всё-всё-всё. Он уже полагался на любые, так скажем, чудеса, которые он мог бы прийти. И вот он обращается к Христу как к последнему, наверное, как к последнему источнику возможного исцеления. История, конечно, классная. Потому что он просто, можно сказать, берёт Христа и просто ведёт его за собой. Пожалуйста. Но заметьте, это Иисус даже и не сопротивляется. То есть он готов. Он видит желание этого человека получить помощь, да. Вот. Это в первый раз мы, в общем-то, наверное, в Евангелии от Марка, когда читаем, я думаю, что да. Мы первый раз встречаемся с ситуацией, когда кто-то из власть имущих приходит ко Христу не для того, чтобы подловить его на чём-то, да. Что-то усмотреть в нём нехорошее, значит, как-то к нему придраться, а приходит за помощью. И Иисус не отказывает. Мы видим, что Иисус поворачивает всю эту процессию, вся эта толпа, которая за ним идёт, и он направляется к дому вот этого Иаира. И вот здесь происходит вторая история. Да, у нас появляется на горизонте женщина, да, значит, которая 12 лет страдает кровотечением. Интересно, тут Марк играет так цифрами, что той девочке было, значит, 12 лет, и сейчас она вот при смерти, а эта женщина страдает 12 лет кровотечением. Зачем она пришла к Иисусу? Зачем она пришла к Иисусу? И ничего не помогло? Она потратила все деньги, да. То, о чём Денис говорит, когда уже нет никаких шансов, нет никаких возможностей, она приходит к Иисусу. Ну, получается, что люди идут к Иисусу не только в те времена, а вообще часто, потому что это как бы их последняя надежда. Кри Бога, так до Бога. Да. Не из-за любви, не из-за того, что он мне понравился, не из-за того, что мне приятно с ним общение, а из-за того, что он может порешать какие-то мои проблемы. Поэтому я не думаю, что это часто такое есть, или что это всегда так, к Богу, потому что всё плохо, я всё попробовал, у меня ничего не получилось. Мне приятнее было бы думать, что люди идут к Богу из-за того, что им просто это нравится, и они любят отношения с Ним, чем пользу какую-то вытаскивают. Назар, ты очень хорошо думаешь о грешном человеке. Мне хочется так верить. Заметь. Но тут действительно она, это как бы её последний шанс. И не только она. Мне кажется, когда ты читаешь вот на самом деле Евангелие, ты понимаешь, что для Бога это нормально, когда тебе тяжело, и ты приходишь к Нему. То есть это нет какого-то... Иисус в этом не обличает. Да, что Христос не ругается на них, говорит, а что ж вот вы вот, когда вам хорошо, вы не приходите. Нет такого. Он говорит, хорошо, что вы пришли. Хорошо, что ты пришёл, я помогу тебе. Я одну программку закачал на телефоне. Мне, в принципе, очень нравится идея, что они делают. Они тебе дают полностью почти весь контент, что ты хочешь, там ищешь. И потом в конце они говорят, если тебе это было полезно, ты нас поддержи, пожалуйста. И вот мне кажется, к Иисусу тоже идут сначала за выгодой, но потом они получают больше, чем им вообще нужно было, или они хотели, или знали, что у Бога есть. И они потом отдают. Но не все. Потому что есть выбор. Да, конечно. И ветхозаветные тексты, когда Бог предупреждает народ, Он говорит, ну когда вы придёте в землю обитованную, и уже будете жить на земле, где течёт молоко и мёд, в своём благополучии, вы просто не забудьте, да, вы не забудьте про меня. И нам, людям, может быть, как-то не очень, что, ой, мы знаем, этот человек пришёл от того, этот от того. А Иисус говорит, а дьявол их держит. Дьявол держит людей в своём рабстве. И когда они вырываются, когда они вырываются от него, я так счастлив, что они идут ко мне. Вот это, помните, притча о блудном сыне, которая будет записана в Евангелиях. Она же показывает, что пока на самое дно не опускается человек, пока вот он не почувствует, что нет, кому больше обратиться, как к Богу. И поэтому небо радуется за одного грешника кающегося. Вот это потрясающее чувство, когда ты вот эту всю историю, да, библейскую читаешь и видишь, действительно, в каждом кающейся грешнике, в каждом, в притче, в этих историях, везде, небо радуется за то, что люди смогли прийти. Они услышали, не все из них покаялись и остались действительно верующими, но у них был шанс, они услышали эту весть о Боге, потому что у них появился этот шанс. Может быть, без этой болезни, без всего окружающего, да, что у них были какие-то проблемы, они бы и не имели такого шанса. Они бы погрязли в своей пучине, в проблем, и как бы даже не было бы возможности остановиться и задать вопрос, а что-то я могу вообще сделать со своей вот такой вот тяжелой жизнью. Но вы задумайтесь, слушайте, это не 21 век. Эй, к Иисусу приходит кто? Женщина. Вот эта женщина идет в этой толпе, у нее кровотечение, она нечистая, она не имеет права, она должна как бы держаться всех подальше. И поэтому вот она на все, что решается, это протянуть руку и прикоснуться. Но она все равно очень смелая. Конечно. Даже это очень смелый поступок для нее. Конечно, она действительно не смогла попросить, потому что это было бы совсем уже. То есть она хотела просто, она просто хотела исцелиться и пошла все равно, да, против традиций, против правил. И что? Я хочу услышать, что произошло в результате? Исцелилась. Она исцелилась. Вы понимаете? Эй, Иисус идет, чтобы исцелить девочку 12-летнюю. Идет к начальнику синагоги в дом. И тут на пути Иисус всю процессию останавливает и говорит, кто-то ко мне прикоснулся. Там интересные слова используются в библейском тексте. То есть настолько люди были плотно, как виноградные гроздья, когда их кладут в пресс и начинают давить. И ученики, ну, прям нервно так говорят, Иисус, ты что, что значит прикоснулся? Да здесь все вокруг друг друга давят. Он говорит, нет, вы давите, да, все вы касаете друга, вы подталкиваете друг друга. Но вот кто-то прикоснулся так, что я почувствовал, что сила вышла из меня. И вот здесь Иисус начинает это публичное разбирательство. И я хочу обратить ваше внимание, что Иисус просит, чтобы этот человек стал каким? Явным. Явным, да? Публичным. То есть мы до этого читали с вами многие тексты, где Иисус говорит, не говори, молчи, не ходи, да? А здесь вот уж за ним идет большая толпа народа. И он хочет, чтобы этот же этот человек себя проявил. Эта женщина себя проявляет? Да, потому что она смелая. Да? Потому что она смелая. Да, 34-й. Иисус говорит, дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна о страдании твоего. Получается, что мужчины боялись? Помните, когда Иисус исцелил прокаженного? Он прикоснулся. И проблема была в том, что он стал нечистым, поэтому не мог войти в город. Правильно? Из-за того, что он прикоснулся к прокаженному, он сам становится нечистым. Да, по иудейской традиции ему нужно омыться, очиститься. А тут такая же ситуация. Тут человек, страдающий кровотечением, те, кто к нему тоже прикоснутся, по той же традиции, Иисус опять же до вечера получается тоже нечистым. Но тут к нему никто ничего не предъявляет, что вот он нечистый. Там он не смог зайти в город, а здесь никто даже этого не заметил. То ли как-то... Может, она коснулась одежды из-за этого? Да, там написано, она коснулась края одежды. А на краях одежды обычно были кисточки специальные, такие нашитые по повелению, которые изложены в Ветхом Завете. И в некоторых текстах библейских мы читаем, что эти кисточки символизируют как заповеди, которые охраняют тебя. Ты находишься как бы в кругу этих заповедей. Она прикоснулась как бы к закону, условно говоря, через который Бог ее исцелил. И, может быть, поэтому никто и не сообразил до конца как-то привить Иисусу требования к ритуальной нечистоте. Как она вообще в толпе оказалась? Значит, она скрывала, либо врала, чтобы никто не знал, что она больна и страдает кровотечением. Правильно? Она же бы не могла быть в таком... в обществе, где так столько много людей. И тут никто ее за это не упрекнул. Сам Иисус тоже ничего не сказал. Этим самым она исцеляется, и он... Ну все, твоя вера спасла тебя, иди. Какая любовь? Ну, ведь Бог дает счастье или шанс на счастье каждому, кто в его окружении. Я еще, знаете, на что обратила внимание в этой истории? Это в то, что не Христос был... Как сказать-то? То есть не его одежда исцеляла, не он сам. То есть прикосновение к нему не исцеляло всех подряд. Он шел в толпе. Все вокруг него там терлись, да? Прикасались к нему. Прикасалось к нему бесконечное количество людей в этой толпе. Но только она одна, которая прикоснулась к нему с верой, исцелилась. То есть ни одежда Христа, ни его тело не являлась источником исцеления. Исцеление было совсем не там. Исцеление было внутри него. Это было его, так скажем, женщина запросила, так скажем, у нее был запрос на исцеление, когда это трагивалось. И Христос ей ответил. Вера. Вот это и называется вера. Да, это очень классная мысль, которую Илона подметила. Все трогали без веры. Мы же говорили, что это как пресс, да? То есть все касались. И ученик говорит, господи, да все прикасаются к тебе. Но он не сказал, что сила была потрачена на всех. Сила вышла на эту женщину. Мы часто видим, что иногда какие-то вещи становятся святыми. И люди пытаются при помощи них получить что-то желаемый результат, да? Какое-то исцеление, еще что-то. Просто прикосновением. Источником исцеления была вера человека, который хотел исцелиться. Так же и с начальником. Вот, дочь, когда умерла, 36 стих. Так. И Иисус ему ответил, ты не бойся, только верь. То есть, если человек будет верить, не эти ритуалы, возможно, не сами прикосновения, а вера того человека, который жаждет этого исцеления. Вот это как бы источник самого исцеления. Да, это вера Иисуса Христа. То есть, если он сказал, что дочь твоя не умерла, то есть, она жива, она, или вот потом, да, сказал, она спит. Она спит. То есть, если ты веришь, что да, действительно, она спит, ты идешь дальше. Ты идешь, не бросаешь, скажешь, все, Христос, можешь не идти. И, да, как сказали вот люди, которые пришли, сказали о смерти. И смеются там над ним, да, когда он говорит, что спит. Да, можешь дальше не идти, можешь дальше не идти, смысла нет. Но Христос говорит, а ты мне поверь, и мы пойдем дальше. Вот, после этого сообщения мы все равно пойдем дальше, если ты мне веришь. Вообще, очень сложно, да, оказаться на месте этой Ирины, когда идут твои дочери, чтобы ее исцелить, кто единственный, ради который ты решился на этот поступок, и ты слышишь, сила ушла из меня, а потом Иисус говорит, ты не бойся. Интересно, он уже говорил ученикам в лодке эти слова, не бойтесь, да, что с вашей верой? И то были ученики, которые наиболее близко к нему, а теперь фокус перемещается на начальствующего, да. Иисус говорит им, не бойся, верь. И в этот момент приходят люди и говорят, а уже все, бесполезно верить, дочь уже мертва. Иисус идет туда вместе с ним, он говорит, она спит, все смеются вокруг. Иисус совершает чудо, девочка жива. И в этом случае, еще раз хочу обратить внимание на 43 текст, но Иисус им строго-настрого наказал, пусть никто не знает об этом, а девочку велел покормить. То есть женщину он выводит при всех, при всей этой толпе и говорит, кто это, да, проявить. А когда чудо с девочкой, он говорит, так, 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 молчите, чтобы никто не знал. Вот это еще для меня один такой пардос. Почему? Почему? Потому что женщине, наверное, это было важно. То есть, чтобы, опять же, о чем мы говорили, когда человек становится выше законов, вот этих порядков, да, жизнь человека. Традиции какие-то, да? Да, 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 то есть, когда действительно парисейство, да, которое вот, которое Христос постоянно порицал, это как раз то, что, когда люди ставили жизнь человека ниже правильного, четкого выполнения законов, и поэтому он здесь, ей нарушившие вот эти все законы, ее исцеляет и говорит, я ее исцелил, и это нормально, и это хорошо. В случае с Иаиром, ну, как бы этого не требовалось. По сути, в случае с Иаиром требовалось просто исцелить эту девочку, чтобы и для Иаира это было знак, так скажем, для его, да, для его жизни, и для этой девочки. То есть, это было чудо ради чуда. Вспомнил историю с Лазарем, когда Иисус тоже его воскресил, то его пробовали убить, чтобы закрыть миссию Иисуса, чтобы он как бы не был ходящим свидетельством. Возможно, он тоже просто не хотел, чтобы девочка попала под тот же самый разговор, поэтому он не хотел, чтобы люди знали, что она как бы умерла и тоже воскресла благодаря Иисусу. Да, вполне возможно. Ну, и семья такая необычная, то есть, это же не простая девочка, это девочка начальника синагоги, следовательно, это тоже, чем выше статус, тем выше резонанс. Если бы сейчас, на наши времена, после исцеления дочи Иаира, это было бы во всех газетах и всех пабликах новостных, то есть, потому что это звезда. Ребята, он воскресил. Вы видите, что происходит? Подумайте. Границы, как вот? У нас уже так интересно, вы столько... Помечтаем эти себе, знаешь... Вы просто столько... Девочка умерла, всё, это конец. Самое дорогое, что у нас есть, это наша жизнь. Потому что, вот, когда заканчивается жизнь, вот я про себя сейчас думаю, у меня мурашки чуть. Ну, всё, жизнь забрывается, у нас ничего нет, всё наше закончено, всё, вот эта черта, пока не придёт второе пришествие. Тут Иисус, человек, приходит и говорит, нет, я продлю тебе жизнь. И просто берёт и говорит, вставай. И она встала. Ещё и попросил покормить её. Это вообще... Ну, и он властелин даже жизни. Просто берёт и сказал, я хочу... Он, ну, не сказал, но он себе захотел, чтобы человек жил, продолжал жить. Он сказал, и человек продолжает жить. То есть он вновь раскрывает эти рамки, горизонты для учеников и говорит, послушайте, эй, не только над бесами, не только над легионами бесов, над морем там каким-то, над болезнями, да. Над смертью. Над всем чем угодно. Он говорит, я повелеваю смертью. И вот это слово постоянное вокруг крутится. Вера, 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 да. Вокруг Иисуса и сегодня может толпиться очень много людей. И вот меня мучает постоянно этот вопрос. Где я? В толпе, которая просто трётся вокруг Иисуса, прикасается к Нему, подталкивает где-то Его. И ухожу, ничего не происходит со мной. Либо всё-таки, когда я прихожу к Нему, я вот как эта женщина, которая уже истратила всё, у которой нет никакой надежды. И Иисус для неё последняя надежда. И я протягиваю свою руку к Нему по любым вопросам, по любым моментам моей жизни, вот с верой. И получаю то исцеление, в первую очередь, моей души. И ухожу исцелённый. Вот это вопрос, который очень важен для меня. Потому что если я в толпе, просто вокруг Иисуса, то я таким иду. Смысла нет. Зачем тогда всё это? Зачем? Зачем номинальное христианство? Зачем ходить в церковь противосто ради того, чтобы ходить? Делать вид, что ты читаешь Библию, что ты поклоняешься Богу. Пришёл, потусовался, покрутился. И как бы на этом всё закончилось. Иисус всеми этими историями хочет показать одно. Пусть вы не так правильно понимаете, может быть. Пусть вы не до конца всё знаете. Но если вы что-то делаете с верой, для меня это намного важнее, чем если вы закончите и получите докторскую степень, а ко мне никогда с верой и не прикоснётесь. Какое же будет разочарование этих людей, которые думали, что они были с Иисусом Христом? Ой, какое будет моё разочарование. Я вот так себе... Вот Назар говорит про смерть, подумал. А я про это подумал. Вот всю жизнь быть возле Иисуса и так к нему никогда не прикоснуться. Понимаешь? То есть быть рядом, но не стать с Ним. Это очень страшно для меня. Ой, следующая история, друзья, которую хочу сегодня, чтобы мы рассмотрели. Это история про еду. Мы тут периодически попиваем водичку из наших стаканчиков. А сейчас, наверное, когда будем говорить про еду, то всем нам захочется немножечко покушать. Апостолы вернулись к Иисусу и рассказали Ему обо всём, что делали и чему учили. И Он сказал им, а теперь пойдите в какое-нибудь пустынное место, побудьте там одни и отдохните немного. Ибо приходило и уходило так много людей, что учеником даже некогда было поесть. Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и жалился над ними, ибо были они как овцы без пастыря, и долго учил их. И 37-й. Тогда Иисус сказал им в ответ, вы дайте им есть. Итак, мы видим с вами, что эта история, она продолжает блок истории, который описан у нас в начале этой главы, что Иисус даёт 12 ученикам поручение, даёт им власть, они расходятся, они Его именем проповедуют, исцеляют. Это 12-й текст нам говорит. И они пошли и проповедовали о том, что всем людям нужно покаяться. Они изгоняли много бесов и многих больных исцелили, помазав их елеем. И как раз 30-й текст говорит о том, что они возвращаются от этого всего. И естественно начинают Иисус обо всём рассказывать. Иисус, да вот мы пошли, да мы и то делали, и бесы нам повинуются. И когда мы помазываем людей елеем, они исцеляются. То есть вы себе представляете? Эй, подождите. Это мы только ещё в 6-й главе с вами А вот те ученики, у которых вот ещё в прошлой истории не до конца хватало веры, они получили от Иисуса поручение пойти и творить великие дела для Него. Вот представьте, ещё только вчера. Хотя они не полностью понимали даже, что происходит. Они ещё боятся, да, там на море. Они ещё не понимают, что вокруг Иисус делает. Они вообще ещё даже не назвали Его, что Он, ну, не признали Его Мессией, да. Пока ещё только бесы об этом проповедуют. Но они идут. Я представляю себе, как они, как малые дети, возвращаются к Иисусу. Как они друг друга. Восторжены. Эй, Пётр, а ты знаешь, да я вообще, да я вот этому бесу сказал, и он ушёл. А может быть, нам, значит, Иоанн говорит, а ты знаешь, а я прикоснулся к человеку, помазал его елеем, и он стал ходить, и он исцелился. Я не представляю. Вот представьте, вот мы с вами вышли, там прошлись, вокруг нас, по району здесь, значит, поисцеляли людей, поизгоняли бесов, и тут бы у нас программа была совершенно другой. И какие бы мы опыты рассказывали, да. И они об этом хвалятся, они Иисусу рассказывают, то есть они все такие воодушевлённые, полусилы, энергии. И Марк замечает в 31 тексте, что они так много, значит, потратили на всё это времени, что им самим не было когда поесть, да. И после этого вокруг Иисуса собираются вновь, 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 много людей. И вы помните, да, можете чуть пересылать эту историю, что там произошло. Вот, ученики голодные, потом появляется ещё кто-то голодный, да. Ну, да, Иисус проповедовал, и собралось очень много людей, там в конце пишут, что пять тысяч только одних мужчин, то капец много людей. Ну, и пока проповедовал, да, все проголодались, устали. Как ученики повели себя в этой истории? Предложили отпустить, да, чтобы пошли, покушали, там, отдохнули. Но они заметили нужду людей, да? В общем-то, они сами хотели есть. Да, они подошли с инициативой, с предложением к Христу, что отпусти людей, чтобы они могли пойти, поесть, и потом прийти обратно, если захотят. И, в общем-то, знаете, у меня к вам вопрос, а зачем было кормить этих людей? Ведь хорошее предложение. Хорошее. Господи, мы хотим есть, они хотят есть. Отпускай их, и мы пойдем хоть сами поедим, наконец-то уже, спустя долгий промежуток времени. Да и они поедят. Да они просто не видели альтернативного варианта, то есть это был нормальный вариант. А как они не видели, Луна? Подожди, я же специально сказал, они только что вернулись. Что они там делали? Ну, еще же Христос никого не кормил. Они такого чуда еще не видели. Вот оно что. То бишь, вновь расширение каких-то горизонтов, да? То бишь, они ходили, они уже изгоняли бесов, они исцеляли, они видели Христа, ходящим по морю, да? Прощающим грехи, но не видели Иисуса, который... Возможно, для них это не было такой нужды, как в мелочах. То есть, что такое поесть? Это же не исцеление, это же не воскрешение, это же просто поесть. Это обычная бытовая вещь. То есть, мы можем и сами справиться. Они же могли сами справиться. Дойти до селения и поесть. Для этого не нужно было ничего чудодейственного совершать, для того, чтобы люди были сыты. Вот. Поэтому они и не предлагали. Они как бы своими силами то, что это можно решить своими силами. Иисус им говорит, вы дайте им есть. Вот интересно, да? Почему он так говорит? А потому что только что они пришли, все довольные и счастливые. Говорят, посмотри, господи, ты знаешь, а мы можем. А у нас получилось, да? А ты посмотри, как было. Иисус говорит, окей, классно. Давайте дальше. Давай идем дальше. Люди голодные? Дайте им есть. И что они? Говорят, ты, наверное, пошутил? Ну, почему? Говорят, давайте, вот у нас есть деньги. Не знаю, были у них эти деньги или нет, но, возможно, они у него спросили, может, у тебя есть деньги. Вот. Пойдем купим на деньги, купим хлеба. Да, ну, вообще-то там такая сумма, потому что у них точно не было, да, и там огромная сумма денег. Они же... Ну, они же почему-то ее озвучили ему? Может быть, они верили? Да, они озвучили, чтобы он понимал, что шансов ноль накормить 5 тысяч человек. Ты хочешь за 200 динариев накормить всех людей? Поэтому они и думали, чтобы они все себе ушли за свои деньги себя же накормили. Ну, конечно, ну, зачем тратить деньги пустую? Плюс это еще пустынное место, далеко отселение, и ночь уже. Вечер, да? Да, поздно вечером ученики подошли. Так что они себе своим нормальным логическим умом, причем тоже думая за людей, думая, сделаем хорошее, пусть пойдут. Вполне рациональный совет, который они дали. Я считаю, что это нормально, потому что я вот всю жизнь верю в то, что Бог нам дал мозг не просто так. для того, чтобы мы думали, чтобы мы принимали решения, чтобы то, что мы сами можем сделать, мы делали сами. Потому что, ну, как бы, зачем? Если все за нас будет делать Христос, или, ну, Бог там, то зачем нам мозг? Нет. Как бы. И здесь они действительно им пользуются. Это очень сложный вопрос. Зачем нам мозг? А мозг точно не просто так. Ну, я тебе знаю, мне кажется, что большинство людей даже не задумываются над таким вопросом. Нет, ну, часто очень люди полагаются, у нас есть, там, не знаю, про лечение, да, вместо того, чтобы идти и лечиться какими-то препаратами, они говорят, пусть нас Бог исцелит. Хотя я считаю, что Бог дал нам разумение для того, чтобы создать эти препараты и мы могли лечиться. То есть Бог действует таким образом? Конечно, здесь в том числе я считаю, что они очень правильно поступили. Но просто у Бога был другой план именно конкретно для этой ситуации. Бог расширяет их границы и их понимание и работы их мозга. Вот их мозг работал на вот таком расстоянии, а тут Бог говорит, смотрите, можете чуть-чуть вот так посмотреть, смотрите, как красиво. вау. Ну, и чем заканчивается? Он у них спрашивает, а что у вас вообще есть? Они говорят, да вот у нас пять хлебов, да? Да, и две рыбки. Он говорит, мне этого достаточно. В результате кормят пять тысяч человек. Мужчин только. Мужчин, да, женщины не читают. Это так похоже на то, что происходило в пустыне, когда Бог, да, формировал свой народ. И было даже поверье такое, что Мессия придет перед праздником Пасхи и он также будет кормить весь народ манной, да, он будет давать им хлеб. Иисус это делает для них, чтобы показать свою силу в дальнейшем, еще большем масштабе, да, расширить их границы, их веру. Как вы думаете, ну, Иисус зачем-то же говорит, вы дайте им есть. Если бы у них было, хватило веры, могли бы они накормить. Если им хватало веры для того, чтобы исцелять? Я думаю, что да, конечно. Но вы помните, то второе чудо в шестой главе, вновь там, где Иисус идет по морю, и оно будет написано так. Они боялись, когда увидели его туда-сюда, было мало веры, потому что они так и не поняли вот это чудо о кормлении хлебом. Да, человек много чего не понимает в наше современное время, когда у нас очень много технологий, когда наука на пике своем, понятно, что она будет еще возможно развиваться, но при том, что какой уровень знаний сейчас человечество имеет. Такого не было. И мы много чего объяснить не можем. Вот квантовая физика, люди просто догадываются и просто думают, вот эти ученые всю жизнь посвящают, чтобы что-то узнать. А Бог делает это все, потому что Он эти законы знает, Он их создал. И это не то, что мы это называем чудеса, потому что мы не в состоянии это сделать. А для Бога это как для нас заморозить воду и сделать лед из воды. Люди этого не знали, и теперь я прихожу, делаю лед, люди, вау, он воду заморозит. Вот так и делали. Иисус ходит по воде, люди столь... Он ходит по воде. А для Него это как лед для нас сделать. Ну, пример. И Он властелин этого всего, Он это создал. И дает... Мне, что понравилось, тут я заметил в текстах, Он говорит, Он дал власть ученикам тоже. Вот эти законы физики, которые нам не подвластны сейчас в современном мире, мы не можем брать там воду поднимать. А Он берет и говорит, вот теперь идите и исцеляйте. То есть теперь вот эти законы физические вам подвластны. Ну, там с духами не знаю, какие там законы, но понимаете, уровень, чем владеет, какой силой он владеет, что он еще может эту силу раздавать другим, и другие люди тоже ею пользуются. Для меня, кстати, было интересно то, что он даровал им эту силу не после своей смерти, что он как бы закончил такой, все, вы закончили курс, я ухожу, вы продолжаете мое дело. Да, он... Для чего это все происходит? Когда он дает им это задание, они идут, исцеляют, изгоняют, потом приходят, но так как у них еще знаний недостаточно, они еще не совсем понимают вообще, что происходит, кто на самом деле, какая у него цель, и для того, чтобы они не возгордились, не просто для того, чтобы исцеление ради исцеления, просто мы так умеем, мы будем это делать, он им показывает дальше, что вот этого еще не умеете, вот здесь вы еще... То есть из границы показывает, да? Вот здесь вы еще... Классно, что у вас получилось, но... Посмотрите, вы еще вот это не знаете, вы еще вот это не понимаете, вам есть еще чем учиться, да, вы уже можете, вы уже мои ученики, вы будете продолжателями моего дела, но вам нужно быть дальше со мной, вам нужно дальше углубляться в знание меня, в познание меня. Вот у меня такое ощущение, что, понимаете, вот эти шесть глав, они вот так вот идут, как на пик, все оно ведет кверху, чтобы показать нам вот ту точку, которую мы в будущем будем смотреть, когда наконец-то они тоже бы Иисусе скажут, когда они наконец-то поймут, кто он, да? Но пока что давайте прочтем 56-й текст, чтобы мы увидели, как вот это вот все нарастает, вот эта вот, вот эта сила, да, вот эта вот мощь Иисуса, 56-й текст, всюду, где он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей, просили позволять им прикоснуться хотя бы к краю его одежды, и все, кто прикасался к нему, исцелялись. То есть мы видим, да, торжество, вот Марк описывает торжество Царства Божьего, вот оно, оно наступает по всем фронтам, и интересно, что он описывает это Царство Божье не так, как его представляли, то есть это не политическая власть, это не свержение и римлян, да, то есть не создалась какая-то группа, уже передовые отряды, заготовили планы, что завтра римлян, римлян свергнут и захватят всю власть, и Израиль поднимется как государство. Это другая власть, это другое Царство, и вот оно наступает, и мы видим, что перед ним силы тьмы что делают? Они отступают. А теперь, на этом пике, я хочу, чтобы мы завершили сегодняшнее размышление, прочитав, именно прочитав с первого по шестой текст шестой главы. Я специально как бы немножечко его оставил напоследок. Уйдя оттуда, Иисус, сопровождаемый учениками своими, пришел в город, где он вырос. Наступила суббота, и он начал учить в синагоге, и многие из тех, кто слушал его, с удивлением спрашивали, откуда все это у него, что за мудрость дана ему, и как может он творить такие чудеса? Разве он не плотник, не сын Марии, и брат Якова, и Осита, и Уды, и Симона? Не здесь ли среди нас сестры его? И не захотели они принять его? Иисус же говорил им, не почитают пророка только в его отечестве, среди его родственников и в доме его. И не мог Иисус сотворить там ни одного чуда, исцелил только немногих больных, возложив на них руки. Их неверие удивляло его. Вот так тебе и история. Предыдущий текст, который мы читали, написано, куда бы ни заходил, всех, кто хотел, исцелялись. А вот теперь фокус на его родном городе, в том, в котором он вырос, в том, в котором его лучше всего знали. И написано так, что не сотворил он ни одного чуда, и лишь только немногих исцелил, и вообще его тоже что-то удивляло, а именно их неверие. Как вы думаете, друзья мои, почему сложнее всего в своем Отечестве? И не только Иисус, но и его ученикам, то бишь нам. Слишком много про нас знает, хорошего и плохого. Если говорить о нас, то действительно, то, что Денис говорит, иногда людям, чужим, проще поверить. Муж не всегда говорит, это очень смешно, но муж не всегда говорит, почему, когда тебя хвалит кто-то другой, ты такая, да, я ему верю. А когда я тебя хвалю, то ты мне не веришь. То есть я тебе говорю, все хорошо, ты там отлично выглядишь, ты там молодец, все правильно сказала, там, сейчас про программу, да, там все хорошо смотрелось в кадре, ты с удовольствием послушаешь кого-то другого, но не меня. Я говорю, ну, ты просто предвзят, как бы я не могу тебя слушать так. Но так часто бывает, что мы своим близким не настолько верим иногда, потому что мы их знаем, мы знаем, кто они, да, то, что Денис говорит, мы знаем, откуда они, как они, когда им было пять лет, он там залез на стол и что-нибудь там сделал, я это запомнил, и теперь это каким-то образом перечеркивает всю его историю жизни. Вот. Но случай с Иисусом, мне кажется, это было немножко другое, если честно. Случай с Иисусом, я знаю такой феномен, есть, недавно слушала про одного исполнителя музыкального, который из бедных районов вышел и стал очень популярным, хотя он, его творчество было как раз в защиту вот такого бедного и населения, которое было ущемлено, так скажем, в правах, в конечном итоге он стал очень популярным, и он приехал в свой город, из которого он вышел, вырос, и его там не приняли, его там освистали, потому что он выбился в люди, а они остались на том же самом месте. Вот это очень важный момент, да? Да, то есть он стал, хотя он говорил про них, и он как бы за счет этого вырос, но в своем отечестве, в своем городе он оказался не нужен, его освистали и выгнали со сцены, потому что, как бы, что ты нам говоришь, ты теперь не наш человек, то есть ты теперь отключаешься. Это какая-то зависть. Зависть, да. Вот, и она очень сильно мешает им, здесь в истории с Иисусом, это, конечно, удивительно, насколько сильно это помешало этому городу тоже получить благословение, соприкосновение с Иисусом Христом. Вот. Он хотел бы их исцелить, то есть написано, и не мог Иисус сотворить там ни одного чуда. Он бы хотел, но веры было. Где? Не было. Их неверие его удивляло, их неверие его удивляло, потому что, ну вот я пришел, мои руки раскрыты, я готовым, как ты, Денис, в самом первом говорил, да, уроки о том, что царство Божие. На руке. Да, вот, я вам даю, но они делают вот так. Нам ничего не нужно от тебя. Уходи. Страшная вещь, представляете? Мы окружение Христа можем точно так же говорить, нет, нам не надо. У нас свое. Мы как-то без тебя. Но потом один из венелистов напишет, пришел к своим, и свои его не приняли. Во второзаконе Моисей будет писать и будет говорить, что Бог пошлет вам пророка, который выйдет из вашей среды, среды братьев ваших. То есть он будет такой, как вы. Он будет похож на вас. Его слушайте, ему помянуйтесь. И мы сейчас видим, как вот тот, который похож, который родился, который ходил ногами, который жил среди них, они знают его отца, они знают его сестер, и это для них наступает такой ступор, потому что им хотелось, чтобы спустился с небес, потому что, наверное, выглядел как-то по-другому, а Бог говорит, нет, нет, я говорю с вами на вашем языке, на земном. Я использую многие моменты, какие-то традиции, какие-то устои, какой-то уклад жизни, какое-то, значит, несовершенствие языка, чтобы донести до вас эту весть. Мне, знаете, что вспоминается история про Иосифа и его братьев, когда были сны отцу, да, о том, что стоги будут ему как бы кланять, Иосифу, да, что Иосифу. И они что сказали? Мы тебе кланяться? Ты кто? Ты младший брат. Ты с чего вдруг? Ты один из нас. Ты такой же, как мы, еще и как бы помладше, по статусу как бы помладше. Кто ты? Хотя потом Иосиф, попадая в Египет, становится вторым человеком, да, после фараона. Здесь то же самое. Кто ты? Какой ты учитель? С чего мы должны тебя слушать, если ты один из нас? Да, это огромный урок для меня. Вы знаете, я еще раз, еще раз себе задаю этот вопрос. Слушайте, эй, родиться в городе с Иисусом, вырасти вместе с ним. Может быть, даже кто-то из них вместе с ним на улице там играл в какие-то игры детства, да, какие-то там были заведены. Кто-то с ним спорил, кто-то, может быть, где-то там, как бы, вздорил с ним. То есть они знали его. Кто-то видел, как он рос в их доме, ну, потому что там написано, что, значит, и семья его там приходила. Перед этим мы читали и считали, что с ним что-то не то. Но этого всего мало. Этого недостаточно, чтобы поверить, чтобы принять его. И вот это вот слово, что Иисуса удивляло его неверие. До этого Иисус всем говорил, ты верь, да, женщина, вера твоя спасла, ты прикоснулась с верой, да. И Аир поверил, получила дочка его исцеление. Значит, верь, 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 а здесь вот не верили. И Иисуса это удивляло. Как бы мне хотелось, не удивлять Иисуса своим неверием? Это очень хорошая мысль, потому что, допустим, я выросла в семье верующих людей. И, следовательно, Иисус Христос был как член моей семьи. И вот я могу быть вот этим человеком. То есть я могу быть человеком, который вырос со Христом в одном доме, его семьей. и так никогда его действительно не знать, то есть не принимать. И многие из нас, кто уже давно, да, кто родились в таких семьях, мы все под угрозой, как бы, потому что это история про нас. Но, и мы так говорим просто про Иисуса, мы можем не принимать людей, которые возле нас, которые делают дела, и которые похожи на Иисуса. То есть мы не принимаем людей, которые делают вещи, такие, которые все удивляются, и что это зависть? Мы только что сказали, что это зависть. И мы видим каких-то людей, мы найдем миллионы оправданий, потому что мы действительно знаем его жизнь или ее жизнь. Мы такие, так она там то-то-то исцеляет. Что она там исцеляет? Или что он там сделал? А я же его знаю, и он со мной там. Вот я учился, я учился, а он плотником был. Просто вот я помню, вот я работал, а он кто? И тут вот, ну, это же, Иисус же не был там с ореолом над головой, и что видно, вот это святой человек. Делал просто вещи не, не, не привычные для... А сейчас в нашем окружении таких людей, ну, мы их, то ли защитная реакция нашего организма, то ли мы их сразу отвергаем, чтобы принять к себе, нет, сначала посмотрим, узнаем, и как-то, таково возле нас может быть не Мессии, но дела Иисуса, как ученики, например. Мы же не знаем, учеников может тоже не все принимали, где-то, даже если они делали какие-то чудеса. В нашем обществе... жена Петра относилась к нему после того, как он стал учеником Иисуса, да? Не говорила ли ему так, Петр, ты, ну, понятно, женщина чуть по-другому относилась к мужчине, ну, например, да? Ты вообще-то забыл, что я твоя жена, и мне все равно, ученик ты не ученик, но если шапка у меня вот так, то значит, Петр, берись, да? То есть я хочу обратить внимание на то, что в нашем обществе и в нашем окружении тоже есть люди, которые делают похожие чудеса, которые делал Иисус, но принимаем ли мы их и принимаем ли мы их действия как чудеса, или мы что-то находим себе какие-то оправдания, говорим, да, это там случай, это что-то еще, что-то, понимаете? Да, я за собой это говорю. Не обязательно, я просто сейчас вот слушаю Назара, я понимаю, что это не обязательно чудеса. Конечно. Просто нам человек придет и скажет из нашего окружения, какой-то совет, или какой-то, ну, скажет, какой-то комментарий. Про советы я не говорю уже. То есть нам даже какие-то там чудеса, нам просто человек придет и скажет, знаешь, Илон, вот я считаю, что вот ты вот вот это вот сказала, это вот не так, то есть ты неправильно в этом момент вот высказалась, я скажу. Как ты можешь мне говорить? Я вообще-то записываюсь в программе, да? Что-то типа того, да? То есть насколько нам легко услышать из нашего окружения, так мы ему сразу выставим целый список того, что мы про него знаем, в чем он был неправ. Вот когда ты вот это все порешаешь, тогда приходи и поговори. И заметьте тоже, что здесь все люди и в его городе тоже нуждались в исцелениях и в изгнении духа, да? но они предпочли жить так, как есть. То есть это значит, ну не настолько им это было важно и не настолько им нужно было это исцеление, чтобы где-то укротить себя, сделать ниже и поставить Иисуса выше ради своего исцеления. Дать Иисусу шанс какой-то, да? То есть Иаир... Значит, им этого не надо было. И Аир как бы наступил на вот эту вот гордость и вот это вот общественное мнение и пошел. Ну да, общественное мнение точно. То есть он пошел к Иисусу, а они, они же знали обо всех этих чудесах? За ним шла толпа людей, там как бы уже было сложно не заметить. Они знали, что он может это все сделать, но решили... Нет, спасибо. Мой пойнт на то, что нужно следить за собой, потому что в моем окружении 100% есть люди, которые делают дела Божьи, а я из-за своей упертости или гордости просто их отвергаю и не принимаю. Они могли бы сделать какие-то чудеса в моей жизни. А я своей вот этой упертостью... Не, не, я лучше сам, я себя знаю, у меня есть... Я и Бог где-то там, а вот Бог, Он мне сейчас устами физическими обращается ко мне, а я... Не, 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 мне Бог в молитве откроет. Я лучше другим способом, но не вот этим. Только не через этого человека. Да, и отверг. И такой же, как и вот эти люди, которые не... А Иисус в этот момент расстраивается и думает, почему... Почему так? Когда вот это вот слышит. Я, в общем-то, за время своего пасторского служения не раз с этим сталкивался, с таким феноменом интересным, что всегда чужой пастор лучше своего. Чужой пастор, он лучше проповедь скажет, он как-то что-то умеет, и когда какой-то гость приезжает, да, вот, все вот такие в восторге. А тот человек, который каждый день с вами совершает это служение, будний, значит, вы его знаете, да, знаете все его недостатки, все его слабые стороны и к нему совершенно какое-то другое такое отношение. Это как раз-таки то, о чем, вот, ну, в моем контексте, о чем Христос и говорил. Мы тебя знаем. И как ты можешь еще нас учить? Мы знаем тебя. Друзья мои, я думаю, что нам уже пора завершать наше сегодняшнее размышление. Очень хотелось бы, чтобы Бог смирил нашу гордость, да, и вот подобно тому, что ученики после этого сталкиваются тоже с такой ситуацией, когда они уже что-то умеют, но понимают, что если нет веры, их все умение находится в руках Христа, они не могут накормить пять тысяч человек, чтобы мы также осознавали свою ограниченность, свою зависимость от Бога, что у каждого из нас есть предел. И здорово, что люди, которые вокруг нас находятся, вот, Бог через них тоже может работать. И нам нужно принять это, а не говорить, что, ну, это не от Бога, это от дьявола. Да, и тем самым мы будем выполнять работу дьявола, как мы здесь видели с вами и в сегодняшних историях, и в других историях. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы всегда в смирении позволяли Богу расширять наши, в первую очередь, мои и ваши границы веры. И чтобы было сказано, Иисус дивился их верой. Дорогой Божий, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам вновь истину о Тебе. Мы, как Твои ученики в этой Евангелии все больше и больше узнаем о Тебе, о том, кто Ты и что Ты сделал в нашей жизни лично. И мы просим Тебя, Ты, Боже, помоги нам взращивать и видеть, Боже, горизонты нашей веры все шире и шире, и шире, чтобы мы видели, что Ты можешь сделать в нашей жизни невероятное, если только мы будем со всей искренностью и со всей верой приходить к Тебе и говорить, Боже, я готов, я раскрываю свои ладони, Ты дай мне то, что Ты только можешь дать. Спасибо тебе за этот урок сегодня. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время вместе с нами в изучении Евангелия от Марка. Я хотел бы вас попросить, чтобы вы в комментариях оставили ответ на наш последний вопрос. Почему Иисуса Христа не принимали в Его родном городе? Почему так происходит, что мы с вами очень часто не принимаем людей, которые находятся с нами рядом в нашей семье или в нашей церкви? Оставляйте ответ на этот вопрос в комментариях и мы обязательно обратим на них внимание. Божьих вам благословит. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!